Мы в такой веселой компании едем в Сиде, с друзьями, в сопровождении полиции. Дорогие зрители канала Turkish People, мы продолжаем наше путешествие. Отъехали на этот раз мы на 70 километров от Анталии и находимся мы в городе Сиде. Да, раньше здесь стояла большая такая надпись Сиде, можно было всеми сфотографироваться, большой гранат был. Ну вот теперь выглядит вот так в 2022 году. Вообще Сиде означает гранат, символ города гранат, и это был на их наречии. Он не относится ни к римскому, ни к греческому. Вот Сиде, маленький город, находится на полуострове, исторический. Здесь вокруг много отелей, поэтому очень популярное место для прогулок. Сюда можно пешком прийти по променаду вот от тех дальних отелей. Идете, идете и придете сюда, прогулочка будет красивой, незабываемой. Если кому не хочется идти пешком, можно сесть на маршрутку и сюда доехать. Что вы здесь увидите, мы сняли в этом видео. И сами вы для себя решите, надо ли вам заходить в музей, надо ли вам подниматься по ступенькам от древнего римского амфитеатра, либо посмотрите просто в нашем видео. Вообще погода сегодня у нас замечательная. 35 градусов, ну и как еще должно быть в середине августа в Турции, в Анталии. Можно поплавать и на кораблике. В общем, все как обычно, как и полагается в туристическом городе, все здесь есть. И еще обязательно сюда будете идти, запасайтесь водой, пить хочется постоянно. Вот это дети вам точно расскажут. А мы сегодня не одни, да, моих детей вы знаете. Андрей снимает, Анечка, Владимир и мои друзья, это моя лучшая подруга Ира, ну и Денис. Привет. Да, они с Анечкой дружат, вот уже о чем-то своем опять беседуют. А мы сейчас пойдем на другую сторону. В море пойдем. В море хотите, в море будет потом, море будет в следующей серии. А мы пойдем сейчас вам покажем самую главную достопримечательность, которая есть на всех открытках, в том числе про Анталию, потому что Сидея, это у нас часть провинции Анталии. Мы идем вот туда, к храму Аполлона. Заезжаем в Сиде. На этом уже в Монабкате. Вот Вайкики здесь. Макдональдс. 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 Здесь 82 столы Пазары. Большой магазин, очень интересных товаров. Огромный просто. По ценам для местных. Ну и что, уезжаем мы. Там можно и магнитики всякие купить, там целый стенд есть. В общем, рекомендуем. Огромная парковка. Нам это тоже очень важно. И вот сейчас едем в Античный город. Вот тут уже он начинается. Сиде мы очень любим, погулять реально можно где. Сюда ходят автобусы, курсируют маршрутки по городу. И еще много автобусов до Монабката. Фонтан. Здесь рассказы на турецком, на английском. Второй век до нашей эры. Куточки были вот там наверху, вот украшения. Вот они разломались и вот здесь внизу лежат. Это план городом. Да, он находится на полуострове. А это городские ворота здесь. Были. Ворота не несен стеной. Ну вот она фактически разрушилась. Какой транспорт. Быстренько подвозят. Ну когда быстренько тебя подвезут, ты не сможешь прочувствовать, пройтись его, посмотреть. Только если в Римске заходит, тогда... Я помню, я здесь собирался, делал фотографию. Можно попробовать прочитать древние надписи. Трос. Терпит Робич. Умер, когда... Здесь находится еще и отель 4 Взды, Джангарден. Не стесняемся, проходим, проходим, покупаем. Да, здесь были агора, торговые ряды. А вот там, смотри, сколько зданий осталось. Кстати, когда мы были в турецкой деревне, вот старые дома тоже были сложены из камней. Вот так, по такому же самому принципу. Дозе упор стоят, вот видите, тысячу лет могут простоять, две тысячи лет простоять. Ну что, пойдем дальше? Да. Самая главная достопримечательность, одна из главных достопримечательностей. По полмозаикой здесь был. Видите, остались кусочки. Музейная карта 60 лир стоит, но это для граждан, у кого есть ВНЖ. А, билет стоит 50 лир в этот музейчик. Детские билеты для граждан Турции, у кого есть ВНЖ, бесплатные. Да, до 18 лет, пока ты в школе учишься, ты ходишь бесплатно везде. В 300 музеев по всей Турции. Целый год, представляете? Вот здесь билет стоит 50 лир простому человеку. Конечно, выгоднее так. Что, начинаем читать? Я тут прочитал Рома. Это относится к Римской империи. Здесь вот даже написано. Римская республика Мельташи. Интересно, а как это делали? Вот так выбивали. Снова план города. Мы вот здесь везде погуляем, там, где сейчас нынешний порт. Ой, смотри, видишь, там статуи стоят. Сколько их много. Ну что, расскажите, что прочитали? Что это за прибор? А это специально давить, чтобы масло оливкое получилось. Вот этот круг нажимали, крутили. Здесь масло вытекало небольшое, маленькие есть. Здесь красивый вид на море. Кому было не втерпёж, даже здесь уже плавают. А там видно далеке променад возле отелей, пляжную зону. И вот по этому променаду реально можно сюда прийти. Вон здесь длиной 7 километров. Отсюда водичка вытекала. Это с фонтана взяли. Это украшения. Это старая печка. Это солнечные часы здесь. Видишь, вон они обернуты? Показывали дверь, да? Идём мы на выставку. Выставочные комнаты. Спасибо. А вы, чтобы показывали, было 4 тысячи лет стекло с мая какого-то, оно приготовлено? С чем? Вспомню, как это называется по-русски. Это фляжка. Такие вот глиняные. Очень слезно. Вот здесь прохладно. Это короче вон. Интересно, рассматривают монеты. Здесь скелет. А так мы сейчас находимся в здании большого хамама. Вспомню. Раньше разбивали специально голову и руке, потому что нельзя было изображать людей, вот так, османские люди. Очень рада. А вот где я как-то. Да, давай. Здесь, где я. Здесь. Да. Здесь. 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 Смотри, какая ювелирка. Смотри, видишь, золотые сережки. Тоже Римская империя еще была тогда. Какие кудряшки. Лучше всего сохранился саркофаг. Видите, как это сделано. Техника бальзамирования. Хоронили людей. Это сфинкс. Это мы обходили храм Диониса. А с нами, кстати, есть Али Денис. Мы сказали, это Дениска твой. А дети смеются, как еще их развлечь, чтобы они пошли смотреть старые развалины, старые камни, как дети говорят. Но немножко рассказываешь параллельно какую-то легкую информацию. Мы сейчас пойдем в ваш театр. А сюда вход стоит 90 лир, если без карты. Это античный театр. Мы прочитали в Википедии, что это один из самых больших римских театров, которые сохранились до наших дней. И он вмещал 20 тысяч зрителей. Ну что ж, хотите посмотреть, где здесь все размещались? Один зритель уже там, и зовет нас всех. Денис! Мы вышли на среднем ряду. Вот еще сколько? Денис! Над нами. Денис! Владимиру даже отсюда слышно. Слышали? Да, хорошо звук отражается. А представляешь, если 20 тысяч человек лопает? Ой-ой-ой. Здесь звук по-другому распространяется. Как? Он усиливается. Слышите, я сейчас не спущу, что меня будете слышать. У меня есть гром, как всегда слышно. Смотрите, он самый низ уже у нас. Слышите? Слышим. Вот так. Давай, хлопай. Интересно прикоснуться к вечеринке. Театр Воспендеси тоже очень хорошо сохранился, кто был там. Но его реконструировали, все ступеньки так делали. И так всегда можно... То есть, сейчас проводишь представление. Даже сцену сделали. Ну, а здесь вот то, что осталось. Как громко слышно, вы топаете. Вот так вот. Тихо не выйдешь. Надо ждать. Пять лир стоит билетик, чтобы доехать до автобусной остановки. И там написано, что это 30 центов. Вот много здесь людей. Здесь будут ресторанчики, магазины. А мы направляемся к храму Аполлона. Можно прогуляться прямо. По истории. В прямом смысле. Пройтись. Отсюда. С высока как раз таки видно уже набережную. Мы сейчас находимся на полуострове. Старые домики. Просто отреставрировали. Знаете, в каком плохом состоянии дома? Пока не найдется хозяин. Государство дает и такие старые дома в аренду. И потом можете открывать хоть магазин, хоть кафе, хоть гостиницу. Да, и только таким способом старые дома будут продолжать жить. У государства просто нет столько денег, чтобы каждый из этих домиков превратить в музей. Ну и что в них выставлять? Поэтому кому-то кажется, что Турция это один сплошной базар. Даже исторические памятники, исторические достопримечательности превращаются в базар. Ну иначе бы мы не смогли видеть аккуратненьких улочек, как вот раньше дома выглядели. Да, это новодел уже, вот снаружи. Но дает нам представление, как было, что вот такой навесной балкончик, нижний этаж, герешкат. В нем что-то происходило, а сверху люди жили. Такая очередь здесь за мороженым. Видимо, экскурсию привели именно в это место, с которыми они сотрудничают. Туристов много в такую жаркую погоду. Ну, большей частью мы слышим иностранную речь. То есть я не понимаю, я не говорю ни по-английски, ни по-французски, ни по-немецки. Только вот, ну, немецкие слова улавливаются. Да, Сиде очень любят немцы. Они здесь вообще были раньше всех других туристов. Уже подошли к храму Аполлона. А мы сейчас сфотографировались вот на этом фоне. У вас, наверное, тоже есть такая фотография. Да, красиво. Смотреть больше здесь особо нечего. Там вот пытаются восстановить то, что осталось от византийского храма, византийского периода. Можем пройти. Табличек мало, таблички на турецком и английском. Ну, их тоже мало. Все не терпятся уже на море. Мы думаем даже здесь искупаться. Ну, конечно, здесь опасно. Здесь плиты. Мы поедем на нормальный пляж, широкий, который мы любим. А вам не пусто? Да. Коля, будешь рассказывать, что ты был в античном городе. Не знаю, пусть присядет. Нет, ты присядет. А, я присяду. Они уже так нравятся. Мам, держи тогда камеру. Давай. Давай, давай. Селось бы. Ну, как хорошо быть высоким. Какой ветер сильный. Он тебе не мешает летать ветер? Добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вообще город Сиде основан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще отсюда видно пляж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Классно сегодня будет покататься на волнах Получается как в океане море Становится, накатывает Сейчас увидишь Смотрю Ты думала мы пришли на парковку? Вау! А мы в парковку идем? Да, мы идем на парковку, она там После этого уже, да? Это мама секрет наша на экскурсию завела еще одну А как было человеку говорить? А люди учатся на археологов в университете Я не буду быть археологом Я не буду спрашивать, кем вы хотите быть еще рано Вон тут такой большой молодой человек еще не знает кем он хочет быть В Перге рекламируется В Перге, да? А в Перге были? А в Перге были? Смотри, колонны здесь раньше стояли Ну в Перге намного больше колонн Очень красиво там Самый лучший, мне кажется Все, идем и идем Мне кажется мне мерещится или это верблюдо Это верблюд Это верблюд Мы так перенеслись на несколько веков назад С каждого поселка сюда привозят Вот и, в принципе, ки-отель Кумкёй Идете сюда И садитесь вам в нужную маршрутку Отсюда также можно доехать до Новомола Это торговый центр Вот Новомол И вот Огар Это автовокзал Ну в общем, что посмотреть в Сиде и в Манавгате Помимо достопримечательностей Можно съездить на шоппинг Здесь в Сиде есть Небольшой торговый центр Вот военки там находится Мы проезжали, его показывали Ну и там большой торговый центр Новомол В котором представлены всем Марки какие есть Мы в этом сезоне его тоже снимали Оставлю ссылочку Здорово провели время Спасибо всем, кто был с нами Увидимся в новых видео Не забываем ставить лайк Подписывайтесь на канал Те, кто еще не подписался Увидимся в новых видео Всем пока Вот так вот у нас весело